Когда проверяют звук, обычно говорят один-два раз, один-два раз, ну и естественно не пидорас. Ну это такая традиция на самом деле, которая пошла еще со времен 90-х. Вообще я даже, когда перед экскурсиями тоже проверяю звук, все время спрашиваю, а вы знаете почему говорят раз, раз, не пидорас? Ну высокие частоты так обычно проверяют, потому что на S они ведутся. Я, конечно, пидорас. Да, действительно, я начинал проект «Россия чужой взгляд» и довольно долго и плотно его делал и, в общем-то, подзабросил его. На то есть ряд причин, как объективных, так и субъективных. Самая главная причина заключается в том, что все это делал я сам. Сам просматривал все эти фильмы, иногда гавнофильмы, иногда гавносериалы, иногда, кстати, вполне себе достойные фильмы и достойные сериалы. По крайней мере, с технической точки зрения. Даже самая последняя клюква все равно в Голливуде сделана на 5 баллов именно с точки зрения монтажа, постановки света и так далее. И даже сам монтировал, и в какой-то момент я на этом посадил себе спину. Ну и вообще, на самом деле, честно признаюсь, подготовка одного выпуска «Россия чужой взгляд», она у меня иногда занимала 2, а то и 3 дня. Точнее, не подготовка, а полностью изготовление от и до. Поэтому вот. Там были еще другие причины, потому что, в принципе, ну я же как бы не совсем уж такой, знаете, путиноид, которым меня постоянно пытаются причислить, да, и прочее, и прочее. Тем не менее, конечно же, когда тебе твои зрители продолжают слать, вот, например, такие вот футболки, большое спасибо тому, кто это сделал. Когда они там слезно умоляют разобрать тот или иной фильм, то ты, ну, невольно идешь им навстречу. Тем более, иногда, конечно, душа просит. И я все-таки не буду обещать, но буду стараться иногда делать эти выпуски. Тем более, что вы же понимаете, я пока их постоянно-то делал, там материала только прирастала, а уж сейчас его поднакопилось огромное количество. Может быть, года 2-3 назад была реклама, по-моему, пива с Чаком Норрисом. Потому что Чак Норрис у нас это самый настоящий мем. Такой железный человек не тот, который Айронмен. Железный человек это Чак, наш прекрасный Норрис. И вот, собственно, сегодня мы будем говорить про великолепную картину той же самой эпохи, что и, значит, вот фильм «Команда». И, в принципе, от «Красного рассвета», господи, «Красный закат», я даже забыл, как называется этот фильм, с Патриком Суэйзи, один из любимых фильмов Рональда Рейгана, тоже не так много, соответственно, лет их отделяет. И вот фильм, который я разбирал не так давно, про этот самолет «Миг», который угоняли с Клинтом Иствутом. В общем, это все картины одного порядка, которые были сняты буквально уже на излете этого противостояния холодной войны. один и тот же самый мотив про то, как поганый Советский Союз иногда вместе в коллаборации, точнее, с какими-то там кубинцами и прочими-прочими, пытается либо захватить Соединенные Штаты Америки, либо устроить там теракты. И вот сегодня именно про такой пойдет речь, потому что мы думаем, что Ростов в стране. Ростов в стране, а также Нижний Новгород, я так понимаю, и Тагил, наверное, тоже Нижний. Герой Чака Норриса по фамилии Хантер, очень говорящая фамилия, вспоминает свою первую встречу с Ростовом. И вот тут я хочу сказать, что когда я смотрел этот фильм, я его скачал в каком-то там максимальном разрешении, все, что нашел на торрентах, и там еще была украинская дорожка. Я этого не знал, я просто когда переключал там дорожки, я вдруг случайно на нее наткнулся. Не хочу подрывать ни чьи пуканы, я уже давным-давно не касаюсь вот этой темы хохлосрачей и всего остального. Ну вот зацените, как, например, звучит по-украински дубляж, когда ты вдруг слышишь такую фразу. Ну или, например, название. Название фильма – это «Вторжение в США», как оно переводится на украинский язык. То есть, в принципе, вам не нужна никакая комедия, чтобы изрядно поржать. При всем уважении к украинской речи, особенно к песням на украинском языке, которые такие прекрасные, певучие, там, «Океан Эльзы» и все-все такое прочее. Если мы не будем оговаривать политическую подоплеку тех, кто их исполняет. Чак Норрис довольно, ну не Чак Норрис, а герой Чака Норриса, Хантер, он довольно долгое время жил счастливой семейной жизнью, пока не решил расправиться с собственной тещей. Он знает, как обращаться с рептилиями и прочими гадами. А Ростову ему снится то, что даже по-французски звучит одинаково. Я всегда прикалываюсь, знаете ли вы, как будет по-французски «кошмар». Кошмар. Ростову снится то, что он должен покончить с Хантером перед операцией. Мой должный покончить с Хантером перед операцией. Кошмар. Кошмар, конечно же. Но его надо запить целебной водой. Потому что далее следует откровение о его репутации. Ты знаешь только о его репутации. Ну и фраза, которую я как не старался, так и не смог понять. День будет просто знать все день. В одно прекрасное утро Хантер заготавливает дровишки. А в этом время... И если у меня ми-ми-ми, это котики, то у Хантера... Железные котики. Броненосцы. Потому что сам Хантер, как и Чак Норрис, он сделан из брони. Но Ростов планирует пробить ее. Сегодня и треская ночь небом. Далее, уже в Соединенных Штатах Америки, начинается операция по высадке на пляже и убийству всех тех, кто на этом пляже встречается. Вот они, вражеские баржи. Орда двуноязычная садится в грузовики. И пока американские детишки, челдренята, наряжают елочку. Другие играют в американский футбол. Третьи сосутся в машине. Я, кстати, всегда офигевал от того, что американские школьники, старшеклассники, могли приезжать в школу на автомобиле. То есть я не знал о том, что в Америке права выдаются в 16 лет. Подлый Ростов взрывает американские дома. Не щадит ни женщин, ни дичей. О май гад. Другие русские сволочи под видом полицейских расстреливают местные танцы-шманцы. Хантер приходит за информацией в какой-то бар, паб. И тут стандартная сцена, когда кто-то ему преграждает путь. Ты куда собрался? Не думаю, что я тебя знаю, паря. Железный Чак жмет ему руку. По-братски. За стойкой Хантер находит другого чела. Я ищу Ростова. Этот вопрос он задает многим. Где Ростов? Ты начинаешь меня раздражать. Скажи Ростову, что пришло время умирать. А вот, кстати, неплохой продакт-плейсмент от Ниссана, который продается в супермаркете, в котором Bad Russians устраивают теракт. Ну, тут появляется Чак, который ездит на машинах, на американских машинах, вроде бы простых американских машинах, но они непростые, потому что пули их почему-то не берут. А вот так террористы обращаются с бабой, которая посмело чего-то там вякнула. Тем временем Ростов отстреливает яйца одному из своих бандосов за то, что тот посмел выдать информацию о его местонахождении Хантеру. И его никак не успокоить. Меж тем, пока в церкви идет служба, злые русские подкладывают бомбу прямо у ее входа. А у нас, тадам, есть шанс услышать русскую речь без акцента. Держи. И когда уже нужно давать команду о взрыве, ничего не происходит, потому что появляется Хантер и спрашивает, не сработало? Сейчас сработает. Не работало, да? В Штатах народ бунтует у магазинов, потому что им объявляют, что свежего мяса сегодня нет. Буржуи, оказались бы они в 1985 году в СССР, а я уже прекрасно помню это время, там тоже свежего мяса не всегда можно было достать. Но никто особо не бунтовал по этому поводу. А тем временем к американскому магазину подъезжают проклятые плохие русские, переодетые в форму американских военных, чтобы совершить очередное свое злодеяние. Но путь им преграждает, как вы думаете, кто, конечно же, железный Хантер на своей неубиваемой тачке. И когда один из них берет репортершу в заложники, провозглашая Хантер! Хантер! Чак Норрис делает то, что он делает всегда. Убивает злодея и получает претензию от спасенной девушки. Дебила сукин сын, ты мог меня убить. И вот она, бабская благодарность. Увидимся, ковбой! А вот американские дети едут в желтом автобусе, не подозревая об опасности, которая их ждет. Русские террористы прирепляют бомбу прямо на борт. Но великий Чак Норрис успевает ее отъепить и возвращает этот подарок тем, кто замыслил где-то убийство. Но у железного Чака сердце не из железа, и даже оно обливается кровью, когда он видит последствия всего того, что натворили советские террористы. Ростов, кстати, курит характерные сигаретки. Я думаю, что в Штатах в то время таких и не видывали, и даже не знали, как они по-настоящему называются. А Чак Норрис настолько брутален, что он не только по дому ходит в ботинках, он и на кровать в них забирается. Как говорится, посади Чака за стол, он и ноги туда же. И... Чтобы поймать Хантера, его нужно выманить. А для этого нужно инсценировать поимку самого Хантера. Но как достойно он выглядит даже в наручниках. Посмотрите, как красиво расстегнута джинсовая рубашечка, оголяя брутальное пузико. И он обращается по телевизору прямо к Ростову. Время умереть. А Ростов делает то, что хочется, в принципе, сделать любому человеку, уставшему от промывки мозгов. После чего заявляет, что теперь мы можем уничтожить американцев. А тем временем отряд русских террористов, хотя я думаю, там не только русские террористы, там такая интербригада, которая была сколочена для того, чтобы посеять холд начинает захват здания, в котором содержится Хантер. Времени мало, поэтому прям как саранча на грузовиках. И на вертолетах. Но скоро они догадываются. Ак, сукинсы. Это ловушка! Я так знал. Пошли! Ай да, Хантер! Ай да, сукин сын! Ну что, русские террористы, поплони и си? А теперь рецепт настоящего героического пафоса. Если вы решили замочить злодея, то вы должны это делать медленно, не торопясь, входить в помещение, не торопясь. Также не торопясь с гранатометом выходить на крышу небоскреба, чтобы взорвать вертолет с террористом. очень медленно выходить из-за угла после того, как вы очень быстро вырубили гада ногой. Очень, очень медленно опускать автоматы после того, как вы расстреляли из них недобитого гада. И вот она, финальная сватка. Кто кого? Конечно же, тот, кто умеет махать ногами и портить американские офисы, которые слеплены из картонных перегородок. Но не надо его убивать сразу, надо его сначала отпустить, а потом выйти, оказавшись у него за спиной с гранатометом в руках, чтобы медленно сказать время настало. Ну и потом замочить Ростова к чертям, чтобы он разлетелся на коробку. Собственно, вот такой достоверный фильм, в котором американское добро в очередной раз победило советское зло в данном случае. Хотя, я еще раз хочу подчеркнуть, в Америке не знают слово советский. Там во все времена говорили либо Russia, либо Russian. Ну вот у них это такое объемное словечко. Ну вот вам очередная клюковка в копилку, но неисповедимые пути русской души, потому что мы все равно любим Чака Норриса, мы все равно любим Сильвестра Сталлоне, даже после фильма Рэмбо 2 или еще хуже Рэмбо 3. Он даже, я говорил об этом в одном из своих первых выпусков, как великий художник выставлялся в Петербурге в инженерном замке. Это филиал русского музея. Казалось бы, куда дальше, но вот тем не менее. Ну и соответственно, что я могу сказать? Да, есть у меня книжка вот такая, да, про как раз это дело, про первое время русско-японской войны. У меня и выпуски на эту тему были, про то, как вот Япония благодаря грамотно выстроенной стратегии смогла быстренько промыть мозги в Англии и в США на предмет всевозможных русофобских идей. Ну а параллельно с этим хочу напомнить, что у меня есть и Роман, мой остросоциальный корень, и путеводитель по Невскому проспекту. Ну а те, кто хотят увидеть меня офлайн, пожалуйста, милости просим. Все новогодние праздники вожу с 31 декабря по 9 января включительно. Вне зависимости от погоды приходите, утепляйтесь и так далее. Ну и в Москве соответственно точно так же будут мероприятия. Возобновляется серия лекций Романовой без соплей. Следите за анонсами. Они будут писаться, выкладываться здесь же на Ютюбе. Ну и конечно же буду стараться все-таки по возможности вас не знаю радовать или озадачивать примерами того. После чего становится понятно, что все-таки нет плохих или хороших стран, есть плохой или хороший пиар. И очень сложно, когда ты видишь, как можно промыть мозги советским людям или американцам после этого вообще верить в силу медиа. Точнее не в силу медиа, а в объективность медиа. В силу этой медиа мы все верим. На этом все. С вами был Павел Перец. Комментарии вот туда. Увидимся. Пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok